В России мотоциклисты могут получить преимущество на дорогах. Полиции и Министерству транспорта поручили разработать изменения в правилах дорожного движения. Водителям двухколесного транспорта предлагается разрешить движение между рядами автомобилей. Кроме того, обсуждается вопрос о введении второй стоп-линии специально для байкеров. По мнению авторов идеи, такие меры должны обеспечить безопасность участников дорожного движения. Как относятся к возможному нововведению в сибирских городах в нашем сюжете? К Степану Троицкому любовь к мотоциклам пришла в 12 лет. Со временем хобби превратилось в работу. Сейчас Амич занимается ремонтом мототехники. Водительский стаж у него 25 лет. За это время Степан успел покорить просторы России. Объехал Сибирь, Крым, Дальний Восток. Говорит, в Омске условия для занятий мотоспортом хуже, чем в других городах. Пыль и песок, оставшиеся после зимы, плохие дороги, некоторые из которых перекрыты для движения мотоциклистов. Да и сама культура водителей оставляет желать лучшего. Если для нас что-то сделают хорошо, отдельные полосы, разрешат нам ездить между рядов, это будет однозначно людей стимулировать для того, чтобы автомобилисты, уже зная, что нам можно ездить между рядов, уже более часто смотрели в зеркала, уже более внимательно относились к нам на дороге. Сейчас автомобилисты и мотоциклисты ожидают зеленого сигнала светофора, находясь у одной стоп-линии. По мнению авторов инициативы, это небезопасно. Поэтому необходима двойная линия. За прошлый год в Омске произошло 82 ДТП с участием мотоциклистов. Погибли 10 человек. Гораздо больше аварий за 2016 год произошло в Новосибирске. 333 ДТП. Для 20 человек это закончилось смертельным исходом. Здесь любители двухколесного транспорта тоже поддерживают инициативу предоставить байкерам преимущество. Мотоцикл, так как более скоростное транспортное средство и более маневренное, оно достаточно быстро ускоряется и быстрее уезжает. Для того, чтобы не мешать автомобилистам, просто мотоцикл вперед уехал и все. Впрочем, у автомобилистов своя точка зрения. Томичка Мария Темнова за рулем три года, но привыкнуть к поведению некоторых водителей мотоциклов не может до сих пор. Больше всего неудобств, говорит девушка, как раз доставляет езда байкеров между рядами, что нередко становится причиной аварий. Об этом говорят и инспекторы ГИБДД. За прошлый год по Томской области было зафиксировано 174 аварии с участием мотоциклистов. Погибли 6 человек. Именно поэтому многие автолюбители считают, что правила для байкеров необходимо ужесточить. Они часто прижимают, они пытаются как-то показать себя или проехать, или подрезать. Часто бывает, что не показывают элементарно поворотники. По мнению юристов, нововведение не сильно повлияет на ситуацию на дорогах. В правилах дорожного движения нет прямого запрета на езду между автомобильными рядами. И мотоциклистов за это не штрафуют. Впрочем, если происходит столкновение, то ответственность чаще всего ложится на байкера. Даже если осуждается водитель, например, автомобиля, участвовавшего в столкновении, то при анализе такой ситуации, безусловно, понятно становится, что действия мотоциклиста могли как минимум спровоцировать такие последствия. Ну, наиболее чаще всего встречающиеся – это превышение скоростного режима в городе, причем во много раз. Пока изменения в правилах дорожного движения только прорабатываются. По словам экспертов, это шаг, который сможет приблизить российское законодательство к европейской практике. Елизавета Васильевич, Антон Щетинин, Никита Лобиков, Павел Тюнов. Новости здесь, Омск.